приветствую вас на канале кресел бурка сегодня мы поговорим об автокресле карелла астероид категория 036 то есть рождение до 36 килограмм само по себе автокресло является поворотным что это означает нижняя кнопка вот это вот нажимается и кресло можно повернуть боком по ходу движения получается таким образом для чего это делается чтобы ребенка можно было посадить и высадить легко то есть более комфортно это на самом деле опция именно для удобства посадки высадки для родителей также кресло имеет наклон независимых по ходу движения то есть там можно его наклонить чтобы ребенок поспал в дальнейшем когда уже будет лицом вперед есть до ребенок против хода движения положения будет вот таким вот образом устанавливаться автокресло то здесь есть специальные вкладыши от нуля для поддержания головы выравниватель сам по себе вот он встроенный именно в основной вкладыш чтобы ребенок как принимал более такое положение не сильно проваленная да то есть а более такой горизонтально чтобы все равно не было нагрузки там на спину на копчик и так далее потом после того как ребенок сядет да допустим ну как минимум сядет это будет где-то месяцев 6-7 ну может быть 8 у кого-то по-разному бывает кресло разворачивается по ходу движения и здесь нужно будет как минимум убрать выравниватель да потому что здесь он уже по ходу движения не нужен отстегиваем кнопку убираем поролон и вот этот выравниватель наполнитель и теперь можно также стегнуть еще головной головную подушку до в держатель вот этот вот потому что все равно ребенок растет голова становится больше кто-то даже зимой их отстегивать потому что шапки капюшона всегда мешаются скажем да детям уже тесновато и некомфортно можно оставить основной вот этот вкладыш и пристегивать ребенка уже только вместе мы как с ним поставить его и все вот таким вот образом пятиточечные ремни в кресле надо сказать достаточно длинные очень даже хорошо сделаны то есть вот можете да посмотреть здесь специальные нескользящие накрытия на накладка чтобы они оставались на плечах не ерзали по одежде все это делается именно для безопасности для удержания ребенка именно в автокресле сами ремни затягиваются одним ремнем вот этим вот ну как и во всех автокреслах кнопка чтобы ослабить вот она то есть маркировка на самом чехле до нажимаем и вытягиваем за ремешки сверху подголовник также регулируется специальным кольцом которое расположено сверху на подголовнике от подстрелки ориентируемся нужно дернуть его вверх да и несколько положений существует там множество их это самое высокое положение подголовника дальнейшем после трех лет когда ребенок уже подрастет рост будет примерно метр убирается вкладыш подголовник выставляется по росту ремни убираются и ребенок пристегивается уже ремнем штатным автомобильным через вот эти вот пазы то есть вот они здесь маркировки вот таким вот образом диагональный ремень плечевой заводится под подголовник через специальную направляющую проходит сделано опять же для того чтобы ремень направлялся четко по плечу и залезал на шею тем самым не душил ребенка в случае экстренной ситуации то есть вы регулируете подголовник вместе с ним регулируется ремень как в категории кресел 1536 вот само по себе автокресло устанавливается на систему изофикс система изофикс расположена вот здесь представляет у нас собой две такие рельсы с замком одну выдвигаем вторую до пристегиваем в две металлические скобки которые расположены у вас автомобили автоматически защелкиваться пододвигаем спинки сиденья то есть там трещоточка такая работает ничего уже там регулировать нажимать не надо и все собственно говоря плюс якорь якорная система также присутствует здесь вот он запас якоря давайте оценим покажу здесь расположены направляющие на изофиксы здесь же вот он якорь якорь крепится в третью скобку как вы уже наверное все знаете если смотрите наше видео на канале расположена она обычно в автомобилях за подголовником на задней панели на спинке сиденья в багажнике но бывает ее еще делают на потолке сзади в районе багажника третью скобку туда и крепится якорь он держит верхнюю часть каркаса фиксирует якорь используется только до тех пор пока вы ребенка пристегиваете внутренними ремнями в автокресле как только ребенок уже вырастает из этих ремней после трех лет до пристегивается штатным ремнем обязательно нужно убрать якорь это обязательно помните это само по себе автокресло да что можно о нем сказать достаточно широкое само по себе автокресло для наших погодных условий это конечно же плюс широкий подголовник ну скажем так в плане безопасности многие наверное скажут что подголовник слишком широкий не фиксирует голову да но тем ни менее ну тут наверное честно сказать даже не знаю может быть да слишком широко он сделал можно было сделать по уши чтобы зафиксировать голову но тем ни менее то что он уже есть как бы да это плюс он будет направлять дальнейшем ремень и в принципе все равно голову защищать само по себе кресло сделано достаточно качественно неплохой дизайн опять же что многие иногда замечают кресло можно установить также на штатный ремень на самом деле но просто если вы его на штатный ремень установите автомобильный вот этот вот у вас заблокируется поворот и наклон поэтому в принципе как и большинство поворотных автокресел в этой ценовой категории лучше его устанавливать на изофикс систему потому что предусмотрено оно именно больше для этой системы крепления чем для штатного ремня чехол можно снять постирать также но так как здесь и как кожа лучше конечно чистить как-то по месту наверное все таки не запихивать в стиральную машину его в целом довольно неплохое автокресло средней ценовой категории которую в принципе хорошо да продается хорошо сделано хорошо продается магазин и кресел бур город красноярск доставка по городу у нас бесплатная безопасная платежная система сбербанк и доставка по россии тоже присутствует Wizards Продолжение следует...